29-летний карагандинец просит не показывать его лицо и представился вымышленным именем Даурен. Мужчина работает в сфере услуг. Заразился COVID-19 от коллеги. Первое время болезнь протекала бессимптомно. Уже в госпитале температура поднялась до 37. Появилась слабость, отсутствовал аппетит, не ощущались запахи и вкус. В таком состоянии Даурен провел 6 дней. И расстроился, и испугался, и за родных всех беспокоиться начал. Но так все оперативно, все произошло быстро, потому что нас всех как контактных быстро локализовали, быстро изолировали. Да, были и мы недовольны были, и немного сопротивлялись, но потом, когда уже начали осознавать все это, как бы уже положительно реагировали, потому что у всех есть родные, близкие. Соответственно, как бы их огородить от этого вируса, мы уже как-то положительно относились к этому. В палате пациенты находились по двое. Здесь же все удобства. То есть выходить в коридор и контактировать с другими больными не приходилось. Семью мужчины также отправили на карантин. Была возможность общаться только по телефону и видеосвязи. Теперь, оказавшись на долгожданной свободе, Даурен первым делом встретится с близкими. Многие говорят, что вируса нет, что относятся скептически, наверное. Это ошибочное мнение такое. Нужно, если выходить на улицу, если это скучные места, то все-таки стараться иметь при себе антисептик ручной, карманный и маску одевать. Это первая защита, которую должны соблюдать все-таки. После поступления каждому пациенту делают компьютерную томографию. Таким образом, даже при отсутствии симптомов выявляются очаги пьевмонии. Затем назначаются антибиотики и противовирусные препараты. Курс лечения длится в среднем 14 дней, после чего пациент дважды проходит ПЦР-анализ. Если результаты отрицательные, можно выписываться. Однако после выхода на долгожданную свободу бывшему больному придется еще две недели провести на домашнем карантине под наблюдением врачей поликлиники. Отметим, по данным на 19 марта в инфекционном госпитале имени Макожанова проходят лечение 108 пациентов. Врачи отмечают, что в связи со смягчением карантинных мер больных стало поступать в разы больше.